Внешние факторы порождают внутренние изменения. Отечественная экономика переживает сложный период и у граждан встает вопрос, как сохранить и приумножить деньги. Экономисты советуют заняться инвестициями. Самым выгодным будет вклад в палладий. Металл российского производства занимает 40% всего мирового рынка. Его стоимость превышает 8 тысяч рублей за грамм. По цене металл обгоняет даже золото. Потому такие акции более чем стабильны, говорят эксперты. Еще одной финансовой подушкой экономисты называют криптовалюту. Мы можем наблюдать с вами очень интересный феномен, что постепенно мы переходим на цифровую валюту, уходим от классической стоимости валюты к валюте цифровой. И данный рынок, он безусловно будет расти за тем обязательным нюансом, что здесь нужно смотреть, как регуляторы будут данный рынок регулировать и какие законопроекты будут приняты по данным валютам в ближайшее время. Чтобы выполнять транзакции с криптовалютой, пользователю необходим электронный ключ. Хранилищем для этих инструментов служит криптокошелек. Регистрировать его можно анонимно, что несет за собой как положительные, так и отрицательные факторы. В числе первых в текущей международной экономической обстановке анонимность данных позволяет обойти санкции. Однако, та же самая анонимность в России может способствовать появлению и развитию мошеннических схем. Такой метод позволяет абсолютно скрыть владельца такого кошелька. Для того, чтобы создать криптокошелек, не обязательно идентифицировать себя как личность. Он может быть полностью анонимным, он может быть создан удаленно на территории другой страны. Как только такая криптовалюта, ее единица признается средством платежа, то есть одно лицо договаривается, что оно им платит, а другое лицо согласно принятию в качестве платежа, это идентифицируется как средством платежа. Наряду как с денежными средствами в наличной форме, в денежные средства без наличной формы. Регулируются такие незаконные экономические операции статьей о мошенничестве Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако, уже сейчас правительство страны рассматривает поправки, касающиеся криптовалюты в существующие законы, например, в закон о цифровизации. Уже принято решение, что с лета этого года инвесторы, которые имеют дело с криптовалютой, обязуются выплачивать государству налоги с прибыли. А это значит, что криптобизнес в России выходит из тени и становится полноценной частью экономики. Это визуально похоже на флешку стандартную, и, соответственно, она может подключаться либо к телефону через Bluetooth, либо к ноутбуку через USB. То есть все операции подтверждаются только здесь. Все деньги, они хранятся только у вас и зашифрованы с помощью 24 случайных слов, которые являются доступом к этому криптокошельку. Первая и главная криптовалюта – это биткоин. Он показывает стабильный рост, и эксперты не исключают, что уже к концу следующего года биткоин будет стоить 100 тысяч долларов. У многих есть миф, что криптовалюта – это обман. Были финансовые пирамиды, которые маскировались под криптовалюту, выпускали свою криптовалюту или токены, и потом у людей негативное отношение. То есть это есть, понимаете, и с бумажными деньгами. Это просто новая форма денег, которая пришла в нашу жизнь как интернет всерьез и надолго. Поэтому если в 2018 году было странно, если вы не слышали про биткоин, то в 2022 году, к концу года, будет странно, если у вас нет какой-то маломальской, но своей криптовалюты. Прежде чем браться за виртуальное инвестирование, стоит ознакомиться с источниками, которым вы доверяете. Много рекомендаций сейчас выдает Федеральное министерство финансов и Центробанк. Мария Левина, Николай Сидоров, Василий Колдашов. События.